Приветствую дорогие подписчики и гости моего канала, с вами я Димикс и мы сегодня с вами поиграем в Мэд Макс. Да, она вышла исключительно недавно для нас, ну вы поняли. Вот, короче, давайте мы с вами начнём новое игро, да, окей, и посмотрим чё к чему. Так, собственно говоря, вот наш Макс гоняет по пустоши и его подрезают враги. Как это не странно. Прозвучит. И что же наш Макс решает сделать, подумайте вы. Спросите вы. Он, естественно, решает их подрезать. Он их подрезает и... И рассыпается с цепью. Не, на самом деле он просто едет. Да, непонятно почему, а потом врезается и... Хедшот бич. Да. И всё рушится, взрывается, эпик, бла-ла-бла, и FPS проседает. Он был одним из них, тех, кто потерял всё и не раз. Из-за этого он лишился рассудка, вечно бежал от призраков прошлого. Он верил, что может заглушить какафонию в голове и обрести пахой в месте, которое называется безбловленной равниной. Но, что-то и пошло не так. У него была машина, оружие, боеприпасы и стойкость. Да. Не хватило только горючего. А здесь топливо можно было достать только в одном месте. На пустоши. Гастуни каком-то. Так, его опять начинают подрезать. Ребятки, он быстро заливает топливо и угоняет машинку. И, ну, вы сами всё видите, что я это комментирую-то. Так. Короче, его схватывают, отбирают машинки, избивают и подъезжает, самый главный, члем. Нет, не член, а члем. Да, это типа их командир, который был в фильме и который в игре. Бум. Да, и он у него что-то рог торчит из середины, ниже пупка. Да, но это неважно. Короче, не знаю, что сейчас будет. Он, наверное, сейчас убьёт Макса. Собирается ограбить члену Саутруса. На нахер, на нахер, на. Вот так вот. И всё. И они уходят в машину Макса. Оставляют его в пустоши на произвол судьбы. Примерно вот так вот это всё и выглядит. Да. И Warner Bros. Презент. Короче, там ещё момент был, когда Макс с этим члемом дрался, да, и ему бошку, короче, прорезал. Непропускаемая кат-сценка. Вот, короче, этот момент там вы видели, да, как он бошку прорезал, и он каким-то чудом вообще его кинул как-то, короче, туда, на машину, и он ударился спиной сильно. Вот такие вот дела. Я вообще сам в шоке был, потому что это вообще как-то, знаете, как-то минус один к реализму. Он, по идее, должен был умереть, тот члем, но вышел вот так вот. Короче, у нас игра начинается в... Ну, в принципе, сойдёт. Так, дихарь. Нужна вода. Окей, пошлите воду искать. Я думаю, что я играю на вот таких вот настроечках. Сейчас мы их вам покажем. Вот, короче, это типа очень высокие-высокие. Я не стал, короче, определение, короче, сделал, вот. И он всё вот определил. Потому что не стал там ультра ставить, у вас там Ютуб всё равно всё порежет. Нахер стараться, так сказать. Вот. Кстати, наш главный герой умеет прыгать вот так вот. Смотрите. Ви-и-и. Ви-и. Просто 10 из 10 игрогода. От таких прыжков. Как космонавт. Так, сладненько. Не будем тянуть кота за экзо. И приступим дальше. Найти воды. Так, ищем воды. Набираем водичку. Послушайте на этот звук. Так, набрали водичку, нажимаем 4 и пьём её. Вы видели, как он её выпил? Он её на уровне бороды держал. Ну ладно. В принципе, это не важно. Вообще, ребят, игрушка классная. Вы можете её купить, а можете вот, как мы с товарищами, её скачать. Так, а я сейчас пропагандирую пиратство? Ладненько. Так, у нас какой-то тут, короче, мужик, типа... Воу-воу-воу, чё тебе надо? Он, он, он... Это, это, это ты! Клапан пускает энергию, создавая жизнь, которую поджигает божественная свеча сжигания. А-а-а! Пожалуйста, не убивай меня, аж из чём как не надо! Короче, он его не убил, а просто взял и ушёл. Как настоящий русский мужик. В принципе, всё правильно сделал, я потому что так сделал. Значит, что нам надо теперь сделать? Поговорить с Жестянчиком! Так, нажимаем я и говорим с ним. Он истекает кровью, помоги его! На алтаре чё-то там... Чё-то там помогут, типа... Ладно. Сейчас мы, короче, пробежим тут найти проволоку для баги Жестянчика! Что же мы тут видим, друзья? Тут видим труп, патрон для трубовика. И, естественно, мы можем залезть вот на эту вот херовину и... И всё, и убежать. А, сейчас я вам покажу просто мега эпичный, эпичный батл между вот этими вот солдатами и прочей хернёй. Смотрите, просто наблюдайте. Всё! Эпичненько, эпичненько. Вот я тоже так подумаю. Ещё мы можем вот так хоп и прыгнуть. Так, ладненько. Пока что у нас мордобоя не было тут, но, возможно, он будет. Вон там, видите, там враги стоят. Там сейчас вообще прям... Боёвка перекочевала из Бэтмена, если что. Так что вы сильно-то не удивляйтесь. Что Макс так всем рыл-то набивает. Какой-то там, я не знаю, боец. Такс, такс, такс. Вот так вот. Всё. Макс всех убил. Макс всех победил. Красава, Макс. Ещё мы можем подстрелить кое-кого. А тебе поебальничку дать. Ещё, кстати, можно замахать заточку. Вон, видите, там, типа, подберите заточку этого чувака. Можем его подобрать. Точнее, у него не заточка, у него трофея. Ну ладно. Не суть важна. И тут взять, естественно, что нам надо. А нам надо, шо? Руль. Нет, шучу, не руль. Проволока какая-то. И теперь нам надо бежать обратно. Как-то не странно звучит. Нам надо бежать обратно. Системе, бла-бла-бла. Нет, 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 нет. Ты ещё не готов. Кто? Я не готов. Идите нахер. Так, вот сейчас мы вот-вот сосочками так прижмёмся. И пройдём. Отлично. Так, теперь нам надо бежать вот к этому вот жестянчику, чтобы он нам починил баги. Или баги. Или баги. Блин. Да. Так, приятного аппетита. Теперь нам надо нести эту собачку. Да. Прикольно. Как он ходит? Вот тут он. Это типа гоблин, что ли? Так, ладно. Не будем обращать на это внимание, как он ходит. Просто идём вперёд. Смотрим, что будет дальше. Сейчас мы, собственно говоря, наверное, увидим с вами, как мы покатаемся на тачке. И на этом, я думаю, закончим. Потому что игрушка, как вам сказать, она наскучивает. Она хоть и сюжетна, да, как бы нелинейна, но она наскучивает. Вот. И поэтому, как бы, мы на этом с вами и закончим. Ну, собственно говоря, вот мы поехали по пустоши. Такие крутые. По скалам по пустоши, блять. Так, извиняюсь. Это было случайно. Ну, вообще, ребята, пишите комментарии, на какие игры вы хотите видеть некие такие обзорчики. Я к вам прислушаюсь и, возможно, их засниму. Потому что сейчас у меня очень мало времени остаётся на летсплее. Но, как бы, всем похер. Вот у меня выдалось время, вот я и заснял. Такие дела. И сейчас мы доедем до башни вот этой, да, башни. Это же башня? Это же башня. Всё, доезжаем до башни такие. Припарковываемся, как батьки. Выходим из тачки и... И... Видим Ванамаса. Шучу. Хотя он похож на Ванамаса. Опять шучу. Так, вот это у меня шутки. Пора следует же возвращать диковых смотрительную площадку. Эм, окей. Стёп. Видишь, вот где засели эти страшные убийцы. Да, как бы всем насрать, что они там засели. Но миссия пройдена, дихарь. Я остался без машины, воина члена, что-то там. Эм, всё, бинокль можно юзать. Приближать, отближать. Не послышалось. Ну ладно, не послышалось. А, идёт святое, тебе нужно увидеть это. Ясно, что бесит, это курсор мыши. Я не знаю, увидите вы его или нет, но он бесит. Эх. А, да, машина же. Мы же на машине с вами приехали. Ладно. Так, друзьяшки, поехали на баги. И... По пустоши. Такая вот у нас пустынька, в принципе, достаточно неплохая. Плохо выглядит, вы сами можете увидеть весь масштаб. К сожалению, в игре есть открытый мир, но он вообще пустой. Собственно говоря, делать в нём абсолютно нечего. Ой, извиняюсь. Братан. Давай, 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 давай. Заворачивай, заворачивай, заворачивай. Хорош. Так. Сюда вот. И... Зайшаем. Шикарно. Всё, друзьяшки. На этом, я думаю, стоит закончить наш некий такой обзорчик. Подписываемся на канал, ставим лайки, вступаем в группу. С вами был Димикс. Вышло время, я записал. Мэтт Макс. Всё, ребята. Играйте хорошие игры. Всем удачи. И добра, и позитива, конечно же. И пока. Продолжение следует...